здравствуйте друзья добро пожаловать на мой канал сегодня будем готовить замечательное ароматное вишневое варенье но у этого варенья есть один секрет досмотрите видео до конца и вы узнаете что я туда добавила чтобы варенье было еще вкуснее и ароматнее приступаем к приготовлению и для сегодняшнего варенья нам понадобится конечно вишня я заранее промыла очистила удалила хвостики хвостики не выбрасываем они нам нужны и конечно же сахар и кусочек марли вишня у меня весом 1 килограмм 100 грамм сахар я на такое количество я взяла 600 грамм засыпаю вишню в кастрюлю сверху сахар слегка нужно потряси чтобы все вишенки были в сахаре это пока я поставлю в сторону марлю кладу вишневые хвостики они у меня чистые промытые нужно завернуть узелок чтобы они оттуда не вышли это вот так поставлю на дне кастрюли сверху накроем вишни сюда добавлю 1 или 2 столовые ложки лимонного сока закрою крышечкой и поставлю в холодное место это может быть покреп или в холодильник я это поставлю в холодильнике оставлю в холодильнике на всю ночь к этому времени вишня выпустит много сока я только что вишню достала из холодильника вот так выглядит теперь поставлю на плиту доведу до кипения и на медленном огне буду варить около пяти минут сироп начал кипеть узелок как вы заметили я оставила внутри пока не достану оттуда буду варить пять минут и сниму с огня на маленьком огне вишня уже варится около пяти минут вот такого очень красивого цвета сироп получается а здесь если вы заметили тут только сахар и сок вишни воду я не добавляла кстати пенки совсем немножко было вот столько пенки я собрала если есть то обязательно нужно с поверхности убрать пенку теперь отключу плиту и дам остыть до комнатной температуры второй раз уже будем варить до готовности варенье хорошо остыло до комнатной температуры теперь поставлю обратно на плиту и буду варить до готовности варенье начало кипеть теперь уберу этот узелочек с хвостиками вишни нам больше это не понадобится теперь убавлю огонь и буду варить до готовности пока варится варенье я стерилизую банки просто чисто промытые банки залил очень крутым кипятком и оставлю так до остывания теперь воду с баночек нужно слить баночки и крышечки нужно вытереть на сухо чистым полотенцем варенье уже варится около 10 минут я периодически проверяю на готовность беру ложку сиропа нужно вводить ложкой если пороска будет видно значит варенье уже готово но тут видно что бороздки пока нет значит нужно еще варить варенье уже готово видите от ложки уже видно бороздка сниму с огня в горячем виде варенье залю в баночке из такого количества вишни у меня получилось две банки варенья и вот столько оставила на пробу варенье получилось очень вкусное очень ароматное обязательно попробуйте варенье добавить хвостики вишни посмотрите какого цвета получилось варенье как вы заметили я вишневое варенье готовила с косточками если у вас крупная вишня то желательно косточки удалять если вам не лень конечно но у меня как вы заметили вишня была мелкая так что косточки оттуда невозможно было удалять таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился пишите комментарии ставьте лайки обязательно подписывайтесь на мой канал нажав колокольчик чтобы получить уведомления о моих новых видео а на этом у меня сегодня все увидимся в новых видео в следующем видео Субтитры подогнал «Симон»